Телефонный интернет Самым распространенным способом мошенничества является фишинг, на наш язык рыбалка. Это воровство личных данных для последующего хищения денег с банковской карты. Причем засветить реквизиты очень просто. Для хищения пароля и секретной информации преступники используют спам-рассылки, компьютерные вирусы и подставные сайты. А иногда притворяются добросовестными покупателями товаров БУ, которые вы хотите продать. Сравнительно новым, но от этого не менее опасным видом являются махинации с интернет-кошельками. И зачастую недальновидные пользователи сами отправляют злоумышленникам данные. Схема проста. Вам нужно переслать кому-то деньги за услугу, которая в итоге оказана не будет. Или оплатить некую комиссию за перевод в средств, например, от благотворительного фонда. Еще один способ – так называемые письма счастья от всевозможных мистеров Уильямсов. В этих весточках обычно нет упоминаний о том, что вы должны за что-то заплатить. А рассказывают историю про невостребованное наследство, которым с вами поделятся за помощь в его обналичивании. Потенциальную жертву просят переслать данные, имя, фамилию, адрес проживания и так далее. А затем и копии документов. Всего этого делать категорически нельзя. Скажите, Виктор, а вот все из перечисленных махинаций встречались в Хабаровском крае? Практически все случаи, за исключением писем, так называемые нигерийские письма, у них существует термин. Их были единицы, и, наверное, уже года полтора про них не было слышно. А что еще расследовали? Это простые, так скажем, схемы. А может быть, есть какие-то изощренные такие? Или какие-то новые появились. Новые, да, что-нибудь. Наиболее изощренные, как вы говорите, это покупки через интернет. Допустим, вы что-то продаете в сети интернет, и потенциально покупатель с вами связывается. Предлагает вам перевести денежные средства, просит у вас номер карты, только номер карты. И просит потом сообщить код, который вам придет на ваш телефонный номер. Мобильный телефон, да. Сообщая этот код, вы позволяете злоумышленнику получить доступ ко всем вашим счетам и фактически перевести денежные средства в неограниченном количестве, которые есть у вас на счете. Если говорить про онлайн-приложения, да, сейчас существует такое мнение, сложилось оно, что им тоже можно и не следует доверять. Если говорить исключительно о мобильных приложениях, то здесь, наверное, опасаться не стоит, если вы скачали их у официального представителя. То есть, в интернет, не в магазине, а у нас есть несколько площадок. Как правило, эта площадка относится к категории телефона. Но на что хотелось обратить внимание. Сами по себе интернет-приложения, они, так называемые, вреда не несут. Несут вред, вредоносные программы, которые вы также можете установить. Ну, не то, что вы можете установить, можете пройти по ссылке, нажать какую-нибудь ссылку, зайти на какой-нибудь ресурс. И без вашего ведома на ваш мобильный телефон может быть инсталлировано программное обеспечение, которое позволит злоумышленникам также завладеться информацией. В том числе... Сканировать вот эти все персональные данные, которыми вы в последовательности пользовались, допустим. Не исключено. Хорошо, а можно ли избежать этого как-нибудь? Избежать? Ну, внимательно относиться к тому, что вы смотрите в сети интернет. Не пользоваться сомнительными ресурсами. Если вы заходите на сайт какого-то банка, то вводите именно его доменное имя. Не попадайтесь на фишинговый сайт, потому что под видом такой же картинки вы можете попасть на сайт злоумышленников. Ввести все свои данные, сайт вам сообщить, что произошла ошибка, зайдите попозже. В этот момент данные будут направлены злоумышленниками. А вот что необходимо предпринять, если вдруг было получено на телефон сообщение о блокировке банковской карты? Вот что в этом случае делать? Ни в коем случае на него не реагировать. Вообще никак? Банки не направляют информацию о блокировании банковских карт. Если вам все-таки пришло такое сообщение, у вас есть какие-то подозрения, возьмите свою банковскую карту, переверните ее обратной стороной, и вы увидите, как правило, это в самом верху написан номер телефона горячей линии именно банка. Позвоните в банк и уточните эту информацию. Ни в коем случае никому по телефону не сообщайте никаких кодов доступа. Даже если они вами не инициированы, придет код на телефон якобы от сотрудника банка. Ни в коем случае никогда нельзя реагировать. Дорогие друзья, наши коллеги решили спросить Хабаровчан о случаях электронного мошенничества. Давайте посмотрим вместе, пожалуйста. Мама положит деньги на телефон. Машину предлагали. Заплатите 800 рублей, перечислили на карточку. Вы там, ваш номер попал какой-то случайно, там, чего-то. Вы выиграли шестой, по-моему, айфон, что-то такое. 800 рублей нужно было тебе перечислить за доставку. Позвонили домой, сказали, что ваш сын находится в милиции, требовали деньги. Сын звонит, я попал в автокатастрофу и так далее. Начинали рассылать, мол, я в больнице, мне нужно деньги на телефон кинуть, на интернет, иначе я не могу связаться. Но в таком случае мои знакомые почему-то начали сразу пересылать деньги. Да, твоего имени просят деньги у кого-нибудь из всех твоих знакомых. Очень часто взламывают. Причем это неконтролируемо. Куда все-таки обращаться в случае электронного мошенничества? Это раз. И каков процент все-таки раскрываемости этих преступлений? Потому что, знаете, некоторые сейчас скептики, телезрители скажут, ну а смысл? Ну вот, кинули меня, кинули, как говорится, по-русски. Зачем мне идти? Все равно ничего не найдут, не накажут и так далее. Если вы стали жертвой мошенников, прежде всего обратитесь в банк. Заявите об этом банку, клиентом, которого вы являетесь. Сразу же после этого с заявлением обращайтесь в полицию. Чем быстрее вы обратитесь, тем больше процент, как вы говорите, раскрываемости этого преступления. А какова процент, если цифра? Чем-то процент. Зависит, опять же, от потерпевших. Если вы спустя два месяца обратитесь в полицию, то здесь затратится более длительное время. Если не замедлительно, то есть высокий шанс скоро раскрыть это преступление и даже возместить размер ущерба. Как обезопасить себя от действий мошенников? Например, вот приходит мне сообщение на телефон от подруги, к примеру, с другого номера. Положи мне денег на телефон. А вдруг она действительно в беде? Позвони подруге. Может быть, какую-то проверку устраивать? Позвони ее маме. А если у нее недоступен телефон? Тогда не помогай подруге. Вы правильно сказали, что позвоните подруге. Если подруга вам как-то сообщила, значит, что у нее деньги на телефоне есть. Позвоните ей. Входящие все звонки и сообщения, они бесплатные. Уточните, что случилось. Задайте уточняющие вопросы. Ни в коем случае не реагируйте, если она скажет, что дефект речи по голосу не узнаете. Скажет, что у меня там тяжелое состояние какое-то. Выясните, где находится подруга. В каком она, допустим, в какой ситуации. И порекомендуйте, либо попросите адрес местонахождения. Сообщите об этом в полицию. Если вдруг звонит, представляется, мы уже говорили, там, внукам, я не знаю, сын попал в беду, помоги. Или там рядом, вот, сын говорит, не может, срочно переведите мне на карту денег, я ему помогу. Или представляются сотрудниками полиции. Но мошенники они такие, да. Вот, как повести пожилому человеку, как проявить информацию, или что делать в таком случае? Ну, прежде всего, необходимо помнить, что если кто-то из ваших родственников все-таки нарушил закон, и, так сказать, переступил черту, находится в полиции, то никакими переводами денежных средств здесь даже речи не идет о какой-то помощи. Самый эффективный, результативный способ, это уточнить, в каком районном отделении полиция находится ваш родственник, найти этот номер телефона, либо позвонить на номер 02, и уточнить эту информацию. Вот, в любом случае, обратиться в полицию, прежде чем вас обманули, будет гораздо правильней и безопасней, чем переводить какие-либо денежные средства. Спасибо большое. Я думаю, что огромное количество людей сейчас получило для себя пользу, а вам, господа телезрители, нам остается сказать, что будьте бдительны. Мы напоминаем, что сегодня у нас в студии был начальник отдела КМВД России в Хабаровском крае Виктор Мальцев. Спасибо еще раз вам за интересную беседу и удачи. Спасибо вам.